ну че то продолжим дальше петрович ваша день прошел и хорошо это я рассказываю как настраиваться на голодание при голодании это же потрясающе я сегодня дочитался до 205 странице вашего голодания и попробовал на себе применить эту форму эти формула не просто а формуля это потрясающе я до такого психологического шага даже не мог бы додуматься какой я умный знаете вот это по интернету разного рода там какие-то тесты на вашу эрудицию так далее я написал я умный 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 и очень умный несмотря на все ваши тесты а ведь насколько становится легче если так подумать об этом вы можете специально почитать далее жалко что у меня нет денег для работы с вами петрович ваша помощь мне так бы сейчас пригодилась вы говорите о психологическом состоянии а какое состояние будет если уже 35 тысяч долгов доходы сократились почти по одной что делать не знаю ну что сказать сколько мне обращался на канале практически ничего не просил каких-то денег за вот эти все запотрачено собственно время не просил мне интересно чтобы человек вот занимался вот как как сейчас сергей занимается его поддержать но если есть у вас красоты излишки пожалуйста от щедрот ваших сколько сколько вы сможете столько сможете не один я сказать а о том что я ценю свое собственное жизненное время и особо уже вот это вот вся эта оздоровительная штука для меня понятно мне хочется заниматься чем-то другим то есть этот этап я в какой-то мере прошел и мне интересны другие вещи нежели вот это копаться вот во всем этом как я сейчас разбираюсь так и самое интересное как говорится на наша медицина просит денежки за то или иное тогда ну но люди выучились на это они зарабатывают но если ты хочешь помочь человеку просто помочь значит ты помогаешь не задумываясь о том что что ты взамен этого получишь ты тратишь свое время ты тратишь свои знания которые приобрел если хочешь ты помочь а если ты хочешь заработать это совершенно другого а я зарабатывать на этом не хочу пожертвование пожалуйста жертвуйте а мне нравится несколько иное ну как-нибудь об этом поговорим вот как раз и идет если 35 тысяч долгов и доходы сократились вот тут как раз и психосоматика начнет действовать идет шестой день голодание температура держится от 37 1 до голодания а теперь поднялась до 37 и 3 наверное это хорошо значит пошли процессы очистки организм активировался на голодании у вас не тратится энергии на переваривание усвоение пищи значит она начинает расходоваться на борьбу с токсоплазмозом за счет чего подымается температура тела а также идут ряд других процессов которые мы не видим но тем не менее они идут мощно разворачиваются по усилению иммунитета дальше продолжает наверное буду голодать дальше пути назад нет надо дойти до 20 дней буду жить по вашему принципу день прошел и хорошо и так буду нанизывать один день голодание на другой и правильно будете делать каждый день голодания каждая минута голодания каждая секунда голодания момент дают вам исцеление так сусанна про меня написала что я уже в такой безнадёге и начал голодать а я вам говорил когда вы находитесь с такой безнадёги и обратились туда и обратились сюда и потратили кучу денег а взамен ничего не получили кому надо обращаться естественно к жизнедателю который называет господь творец который сотворил наше тело нашу личность и так далее и вы вручаете себя в его руки и он начинает с вами работать именно на голоде вы должны вручить себя очень важно понимать уже девятый день отлично планирует до 20 дней до второго ацидатического кризиса но знаете он у кого-то явно определяется 1 у кого-то не явно а тем более второй и до полного очищения языка вот тут бы я бы сказал полное очищение языка это знаете так как я голодал голодал неоднократно голодал длительно вот я вам скажу есть ряд других интересных указателей на то что процесс очищения закончился и можно выходить из голода не обязательно языка есть иные показатели иные показатели по моему я там в книжечке своей рассказывал пойдем дальше голодаю по принципу петровича сегодня день как-нибудь до голода а завтра начну есть так как бы установка вот как посмотрим как пойдет легко нет и так каждый день очень помогает один другой день а так когда человек со за у меня тут 20 суток голода а проголодал только 5 а еще 15 ай да чего а там и а то надо что надо ай 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 так очень помогает хотя есть уже не хочется а хотя есть уже не хочется то есть пищевое возбуждение которое продолжалось в течение первых допустим там пяти суток у человека не подготовлено оно уже зашло закончилось начинается следующая стадия организм за это время перестраивается на использование других источников питания а это будут в основном тонкоматериальные которые строили физическое тело создавали шаблон и вот там то начнется превалировать более тонкоматериальный источник питания плюс естественно в теле начнут происходить процессы что в первую очередь разложить и съесть и вывести что во вторую очередь и так далее только часто болеет желудок в области солнечного сплетения а вот боли на голодание вы меня внимательно слушайте несмотря на то что я так сказать вот такой вот паяц рассказывал в такой вот манере и вам излагаю глубочайшие истины которые могут спасти вам жизнь поэтому внимайте внимайте на голодание вот эти различные боли указывают на то что голод начал работать там или иначе он начал работу с вашим булиным зелёдком от этой вот эти боли и так далее значит когда нечто выковыривает выкорчевывают и удаляют это процесс вот так вот сказывается он не такой уж болезненный но тем не менее вот эти вот все вещи указывают где в настоящий момент ведется работа на голоде значит в области солнечного сплетения запиваю боль водой тоже помогает но если запиваете боль вы значит не хотите с ней как-то там мириться теплой водой желудок любит теплое запомните если не помогает выпиваю две столовые ложки полынного настоя а вот это вы делаете сдря ну сдря делаете этим самым вы это как бы сказать есть знаете классическое голодание которое предусматривает чтобы ничего не попадало в организм а есть разного рода там вольность и так далее но человек по своему недопониманию живите на какой там странице 205 остановился он не дошел видать до тех вещей вот что чтобы голодание качественно шло не надо ничего употреблять голод все сам сделает ну вот вот такие вольности в интернете этих вольностей вот так вот а на самом деле на самом день все эти штуки только мешают процессу естественного голодания чтобы узнали дальше здравствуйте петрович идут 12 сутки голодания желудок сегодня постоянно что-то переваривает то есть он я бы сказал что он переваривает просто начинается своеобразная работа в желудке вот такая какая-то знаете оздоровительная какая-то там очистительная когда он стал активен у большинства у нас желудок не активен желудок знаете в первую очередь впадает в ступор из-за того что мы питаемся неправильно он должен именно так бурлить все там переваривает и так далее перестатика а мы все валю на едим и так далее вот того он пассивным становится а тут как раз он ведь и набрался энергетики и пошла оздоровительная работа это это хорошо что-то переварит он не переварит он работает когда выпиваешь кружку воды идет дико отрыжка очень обильно газы отходят значит вот как раз вот это вот отрыжка вот это все организм через вот эту перистальтику через эту отрыжку он питается избавиться от не нечто ненужного лишнего чтобы вы понимали что происходит болит желудок и поджелудочная вот именно смотрите активно работает в этой области энергетика что идет перистальтик и так далее значит смотрите когда идет лучше перистальтика что это говорит работают мышцы обильнее снабжается кровь лучше идет обмен веществ там все это выбрасывается так далее омолаживается а когда другое дело он встал и стоит значит он грубо говоря заснул и начинает загнивать и разлагаться запомнили я надеюсь но вечером вроде успокоились более но больше интересует откуда такая отрыжка и почему варить желудок но я уже объяснил он не варит а он просто-напросто оздоравливается сильно мощно знаете так как вот какую-то часть тела вы хотите оздоровить там делаете такой массаж чтоб кровь пролила энергию пролила чтоб лишнее ушло и так далее так далее есть не хочется но я сон скучился по еду а я 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 завтра с соседами дем в баню в баню конечно ходить можно но осторожно вот лучше дома применять прогревающие ванны Я там рассказывал, как надо вести себя в ванной, чтобы вы не упали в обморок и так далее. Прогрев тела на голоде – это отличная вещь, отличная процедура, которая обустряет процессы по исцелению, по расшлаковке и по выведению всего лишнего. Петрович, хочу доголодать до 24 дней, но хотите, значит, это такое дело. И знаете, вот когда мы думаем, что я хочу доголодать там 24 дней или еще до каких-то там суток, все еще зависит от вашей тренированности, от наличия вашей жизненной силы, от вашего возраста. Как бы сказать, а хватит ли у вас силы, жизненной силы провести этот процесс? Поэтому не надо рвать там когти, что мы сейчас 40 суток, 60 проголодаем и все чики-пуки будет. Не хватит сил. А вот если вы начали 10, еще 10, еще 10, набрались опыта, натренировались в организм, организм уже понимает, что, что и как работать, вы в конце концов выйдете и на то, что язык у вас будет чистый. Идут 14-е сутки голодания, есть не хочется, и болеть желудок, и поджелудочно, и отдает спину. А что ж вы хотели? Вот если у вас до этого вы приобрели вот эти проблемы с поджелудочным, с желудком, избавиться от них так быстро, вообще-то на голоде идет избавление от разного рода больных, каких-то болезней, каких-то, знаете, недобоганий, каких-то вот усталых органов, типа желудка, поджелудочной и так далее, очень быстро. Но на голоде время течет медленно, и нам кажется, что это все долго, долго, долго. На самом деле все идет быстро. Божественные силы любят вас, они любят тех людей, которые голодают, которые им доверились, они работают. Ну, 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 ну чуточку терпения, ну чуточку терпения. Буду терпеть, правильно, так как очень надеюсь, что идет процесс восстановления и излечения. Да, а вот дальше, тру ребенку, молочный сок, а мне не хочется. Вот смотрите, ну я понимаю, что ухаживать там за ребенком, куда деваться? Вообще по-хорошему, на голоде, тем более идет 14-е сутки, чем меньше вы контактируете с какими-либо продуктами, тем лучше для вас, лучше для голода, лучше для самого процесса. Запомните, максимально изолируйте себя от всех этих продуктов, потому что запах, обоняние обостряется, и вы уже можете, грубо говоря, через этот запах питаться. И это уже тоже в какой-то мере срывает вам процесс на голодание. Так, при клизмениях начали выходить кусочки слизи, да, а до этого не было. Были отдельные каловые камни, единичные. Ну, грубо говоря, значит, толстый кишечник был в основном где-то чист, там, каловые камни, это ерунда. А вот что касается слизи. Дальше мы еще больше на эту тему говорим. Вот только на 14 день начали создаваться условия по очищению организма от разного рода микропаразитов, которые, мы даже хламидии не будем брать, там еще, там столько, которые образовали колонии в виде слизи. Слизники своеобразные живут, понимаете, они живут и все. И нормально, и хорошо, мы их кормим, они внутри, мы их защищаем. Почему бы не жить? И посаживают нашу жизненную энергию. Очень-очень. Так вот, еще раз говорю, при клизмах начали выходить кусочки слизи. Посмотрите на видео голодания Эдуарда. Какие кусочки выходили слизи. Начали, если не так же, с небольшого. А потом повалили, знаете, заросли. Заросли этой слизи, которая там внутри. И так можно сразу, знаете, сделать вывод. Ну вот, грубо говоря, болит желудок, болит там поджелудочный и так далее. Из-за того, что он находится, помимо зашлаковки, находится еще огромное количество паразитов в виде слизи, которые своими выделениями жизненными на живот, всасываются в кровь, отравляют ближайшие органы и поджелудочный желудок и так далее, и силы мешают. А мы это все пытаемся таблеточками. А мы это все пытаемся укольчиками. А мы это все пытаемся там какими-то вивочками, шнивочками и все защититься. Позвольте. Да мы только вносим туда еще ненужные вещества. Да, не могут там подействовать на какое-то время. Лекарство любое шаре действует? Да, действует. А потом куда надевается? А потом это надо все выводить. А органы выделения приспособлены к выведению всего этого? Конечно же нет. И вот получается, вот мы подошли к основному. Человек болеет. Он думает, что там Петрович его вылечит. Он думает, что деньги что-то там сделает, если у него мани-мани-мани есть. Он должен какие-то врачи. Вот такие врачи сделают, процедуры и так далее. Что они сделают, если у тебя все внутри в слизи, а все жидкостные среды там накопили столько этих шлаков. Дальше мы почитаем. Что? Что сделать? И вот, когда человек самостоятельно начинает голодать, он видит этот процесс. И понимает, и ужасается. Как я мог вообще жить, имея внутри себя такое? А в этой слизи что есть еще? Там образуется целый симбиоз. И глисты копошатся, чтобы их не достали. Никакие вещи они там вылезут. Похавают опять в эту слизь влезли. И все нормально. И все нормально. Уважаемый Петрович, сегодня днем в 5 часов случилось мне задремать ненадолго, минут на 15. Дремота беспокойного, без особого отдыха. И вот момент просыпания. Сквозь еще не до конца пришедшие в себя в глаза, смотрю на кисть своей левой руки и вижу, что по ней бежит, как по кровеносным сосудам. Кровеносные сосуды были отдельно и хорошо просматривались. Зеленая ярко светящаяся жидкость. Даже не жидкость, которая искрится электрическими разрядами. Я кисть поднял, чтобы получше рассмотреть. Явление не пропало, а пропало только, когда окончательно взбодрился. Надо сказать, что левая кисть крепко немела. Напомню, идут 14-е сутки голодания. А вот это очень интересный феномен, который вам показали. Если у вас что-то, знаете, плохо работает, особенно конечность, да, и в нее не поступает достаточное количество энергии, то, можно так сказать, над вами сжалились и показали этот феномен. И именно в просуночном состоянии, когда еще ум не включился, а вот вы как бы, вы тонким, тонким зрением это видите. Во сне мы с вами воспринимаем все это на тонком уровне. В просуночном состоянии это еще остается, мы это видим. И вот вам показали, что началось восстановление и вот этого. То есть об этой руке вы не думали, что она у вас остановится, что она у вас будет вот такая-сякая и так далее. А голодание знает, что надо и здесь произвести оздоровительно-целительную работу. Ему зончик вроде приятный. Здравствуйте, Петрович! У меня идут 20-е сутки голодания. Самочувствие хорошее. А! Помните, 14-е сутки самочувствие так-сяк-сяк-сяк-сяк. И 20-е. Самочувствие хорошее. Почему самочувствие хорошее? Потому что была уже проделана организмом целительная, оздоровительная работа, в результате которой часть проблем ушла. И человек чувствует себя, о, 20-е сутки. А настроение, энергетики и прочее-прочее хорошее. Такие, как их не было, когда человек ел, питался. Появилась энергия в теле, хочется работать. Появились планы на будущее. Вот так-то, да. Нормализовался сон. Знаете, о чем я говорил? Происло расслабление. Вот идет нормализация, идет нормализация. На голоде идет расслабление. Знаете, вот такое успокоение, умиротворение. Пока так выражается. То есть, в начале возбуждения человек плохо спал. Потом, когда это, вот нормально. И потом можно голодать до тех пор, пока опять со сном не получится каких-то там проблем. Прекратились судороги. Прошел цистит. Ш-ш-ш-ш. Цистит свистит. То есть, Сережа нам показывает. Невольно. Он даже не думает. Это я уже акцентирую ваше внимание. Сколько проблем было в организме. Судороги, неправильный там электролитический там баланс был. Нормализовался, да. Было какое-то напряжение, раздражение. Все, он там думал, там про деньги, дети там деньги взят. Тоже это самое. То есть, тоже это ушло из ума. Далее. Цистит. О чем это говорит? Ш-ш-ш. Свистит. Воспаление мочевого пузыря. Пузыря. А что его это самое воспаляет, будем так говорить. Воспаляет, естественно, инхвекция. Так вот, на голоде за 20 суток уже создались такие условия, которые начали и слизь выбрасывать. И, естественно, подействовали на всю эту заразу, трихомонадную и так далее, и так далее. Лучше, чем любой антибиотик. Вот что удивительно, насколько иммунитет поднимается на голоде. Насколько вот эти вот тонкоматериальные структуры становятся мощными, что они начинают пережигать разного рода заразу, которая эмоется в организме. Я себя так прекрасно не чувствовал все 7 лет болезни. То есть человек болел 7 лет. Вошел, как бы сказать, в такой ступорик. Зашлаковался. И пошло, пошло, пошло. А потом уже, знаете, жизненная сила просто пытается поддерживать, чтобы хоть как-то организм с Сережей жил. Хоть как-то, хоть немножко. Да хрен с им с болями, да, да, примирюсь с этими болями, то, сё, пятое, десятое. Где-то полечусь, где-то полежу, где-то игнорирую. Одно плохо почти постоянно болит поджелудочная. А там еще работа не произведена оздоровительно. А там она ведется. Значит, поджелудочная была очень сильно поражена. Но я искренне надеюсь, что это идет обезвреживание токсинов. Токсинов, коих в организме накопилось немало. А как он это определил? Вот так вот, задумайтесь. Как определил? Давайте дальше. Буду голодать до появления чувства голода в организме. Ну, не в организме, а просто чувство голода появилось. Ну, ладно. Мы об этом не будем говорить. Пока, пока. Чтобы появилось чувство голода, я сам голодал 40 суток, и у меня еще чувство голода не появилось. Язык практически очистился, но еще не до конца. Пока только в голове возникает желание поесть и все. То есть, вот это вот желание поесть и все, это как раз связано где-то с поджелудочной железой. Как вот это вот желание исчезнет или поджелудочная железа оздоровится, вот это желание пропадет. Тут очень интересная связь. На мой взгляд, голодание может продлиться до 30 дней. Ну, это на ваш взгляд. Загадывать заранее не надо. Так, голодать не страшно. Страшно вернуться назад в болезнь. То есть, человек уже понял, что голод не тетка, а родная мать. Вот существует такая пословица. Родная мама, которая его лечит, которая за ним ухаживает. И он уже понял, к чему стремится. Антибиотики, что ли, там, поесть или еще что-то такое. И как, грубо говоря, боль приглушил, через какое-то время она опять появилась и так далее, и так далее. И с каждым разом все хуже, и хуже, и хуже. Либо же, даже сознательно хочу выходить из голода. Так мне хорошо. О! А еще, нос стал капать нафтезином раз в 10 часов. До этого капал каждые 4 часа. Я на нафтезине 15 лет. Нафтезином раз в 10 часов. А раньше, значит, через каждое. А вот туда-то не надо капать. Значит, вот тут хорошо, вот идет, знаете, как бы сказать, вот эти комментарии. А я на них свои комментарии даю. Так что я хочу сказать. Если вы доверились голоду, голод все сделает так, как надо. Выведет все оттуда, откуда это надо вывести, где это накопилось. А если вы еще лекарства используете, вот этот нафтезин, он еще будет выводиться. То есть, человек хочет нафтезином подсушить слизистые оболочки, носоглотки, через которые выделяется вот эта слизь. Пусть она бы выделилась, и все. Да, будет, как бы сказать, очистительный кризис. То есть, это, естественно, будет, грубо говоря, валить изо всех щелей, если накопилось там под завязку. А вы это только раз, 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 все это подсушиваете и препятствуете удалению, очищению вот этой вот области. Гайморовых пазух и так далее. Значит, это все должно выводиться через что-то другое. То есть, вы напрягаете организм. И плюс этот нафтезин еще дурацкий будет выводиться. Никогда не делайте так. Если вы решили, доверились голоду, а для этого сначала изучите. Почитайте мою книгу. Лучше всего мою книгу. Другие книги. Познакомьтесь со всем. Своё мнение сложите. Потихонечку начните. И потом доверьтесь. Понимаете? Доверьтесь Творцу, который ваш сотворил. А мы не хотим довериться этому. Мы его игнорируем. Мы думаем, что нас защищают антибиотики, прибибиотики, ширки-пырки и все такое. Вот у меня мои очень близкие родственники как раз были вынуждены сделать эти все модные процедуры. Ну, на работе, чтобы работать и так далее. Ну, и что сейчас? Сейчас лежит с воспалением легких в инфекционной больнице. Так, к слову, никому. Значит, насчёт нафтезина не надо. Спасибо за книгу. В ней нашёл ответ. Место, откуда постоянно выходила энергия. Оно ниже пояса, спереди. Слишком часто им пользовался этим местом. Сейчас канал выхода энергии закрыли. Половая активность, удовлетворение этого чувства и так далее. Это естественная вещь. И часто или не часто. Но важно понимать, что если у вас слишком много разного рода партнёров в этом виде, то, естественно, вы подцепите от них какую-то заразу. И вот, пожалуйста, цистит, он свистит. По каналу разного рода инфекция влезла в ваш. То есть, когда у нас идёт интимное взаимодействие между мужчинами и женщинами, то мы, естественно, обмениваемся микрофлорой. Что у вас, что у жены, что у мужа, она становится одинаково общей. Всё там, так сказать, уравновесилось, всё пришло нормально. И вы продолжаете жить, как ещё. А если вы смотрите, у одного, ну, с другим человеком, у которого, грубо говоря, там три хамонады есть, они попадают. У другого таксоплазмозы. У четвёртого там какие-то там лямбли, нелямбли, ещё какая-то ерунда. Это там герпес, хрэрпес и прочее, прочее. Представьте, сколько вы можете нахватать. И вот эта слизь, которая выходит из толстого кишечника, она тоже не просто там образовалась. Она имеет свои причины. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовётся, и для всех людей даётся. Шелестят конфет-отбёртки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несёт, он по танке раздаёт. Радость и любовь нас идёт, это-то Новый Новый Год. Снова детство к нам вернулось, волшебство мы же обождём. И под чёканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несёт, он по танке раздаёт. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несёт, он по танке раздаёт, наступает, наступает Новый Новый Год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова